Всем привет! Как вы думаете, что можно успеть сделать за 10 лет? Ну, наверное, пожениться, родить детей, построить дом и еще много всякого. Но, к сожалению, мы не можем предугадать, что случится с нами в будущем. Я это к тому, что девушки из сегодняшнего выпуска, скорее всего, размышляли точно так же. Но кто мог бы подумать, что их планы резко оборвутся? Сегодня наш ролик посвящен расследованию небольшой истории, которое взяло свое начало в 2002 году. И перед тем, как начать, хотел вас попросить подписаться на наш канал, потому что большинство из вас смотрят наши ролики без подписки, поэтому подпишитесь, вы нам очень сильно поможете. А мы начинаем ролик. Сперва поговорим про самого маньяка. Ариэль Кастро. Он родился в Пуэрто-Рико в 1960 году. Работал обычным водителем школьного автобуса. Все началось с его оскорбительного отношения с женой. У них был непростой брак. Она ушла от него в середине 90-х, после того, как Кастро подверг ее и четверих детей угрозам смерти и физическому насилию, дважды сломав жене нос и вывихнув ей плечо. После развода мужчина решил не расслабляться и продолжал издеваться над девушками, но в этот раз ими стали обычные подростки. Дело происходило в США, штат Огайо. На протяжении 10 долгих и полных страданий лет он держал в плену трех девочек. Внесем ясность про каждую из них за период с 2002 по 2004 год. Первой целью похитителя была Мишель Найт. 23 августа 2002 года, направляясь на встречу с социальными службами по поводу восстановления опеки над своим маленьким сыном, Найт не смогла найти здание, которое она искала. Она обратилась за помощью к нескольким прохожим, но никто не мог указать ей правильное направление. Именно тогда она увидела Кастро. Когда он предложил подвезти ее, то девушка согласилась. Однако мужчина поехал в другую сторону, утверждая, что у него есть дома щенок для его сына. По прибытию она дошла до комнаты на втором этаже, где, по его словам, были щенки. Мужчина тут же закрыл за ней дверь, и после этого Найт не покидала Саймур-авеню целых 11 лет. Второй целью похитителя была Аманда Берри. Она исчезла 21 апреля 2003 года, за день до того, как ей исполнилось 17 лет. Маньяк провернул ту же самую схему, предложив подвезти ее до дома. Следователи изначально считали, что Берри сбежала, но ее мать настаивала на том, что она никогда не сбежит прямо перед своим днем рождения. Через неделю после исчезновения поступил звонок матери, который изменил ход расследования. Звонившим был мужчина, который сказал, что Аманда у него, что она в порядке и вернется домой через пару дней. Сначала мать подумала, что звонок был розыгрышем, так как в тот день по телевизору показывали фотографию Берри, но следователи установили, что звонок был с мобильного телефона Аманды. После этого ФБР больше не верила, что Берри сбежала. Спустя 2-3 года ее мать умерла от сердечной недостаточности, так и не дождавшись возвращения дочери. Третьей и последней целью похитителя была Джина Дехесус. К слову, ей было всего лишь 14 лет. Также она была подругой дочери Кастро, Орлин. 2 апреля 2004 года Дехесус совсем случайно столкнулась с мужчиной на улице. Он сказал, что ему может понадобиться помощь в поисках Орлин и обманным путем заманил девочку к себе домой. Простыми словами говоря, каждую из жертв он заманивал избитой тактикой. Также пользовался тем, что каждая жертва знала Кастро и одного из его детей. Теперь поговорим о том, что происходило в доме похитителя. Жизнь трех жертв Ариаля Кастро была наполнена ужасом и болью. Он держал их в подвале, прежде чем позволил им жить наверху, по-прежнему с закрытыми дверями и с отверстиями в них, чтобы вставлять и вынимать еду. В качестве туалетов они использовали пластиковые ведра, которые Кастро почти не менял. Когда девушки пытались спать, чтобы перевернуться с одного бока на другой, им приходилось переворачиваться, переваливая всю цепь на другую сторону. В ином случае цепь упиралась бы в ребра и приносила боль. Из пищи девушкам было предложено небольшое меню. Крекеры, пачка чипсов и другая мелочь. Спустя месяца он распределил девушек в разные комнаты дома, для того, чтобы они не могли между собой переговариваться и затеять то, что не понравится Ариалю. Что еще хуже, Кастро любил играть в интеллектуальные игры со своими жертвами. Иногда он оставлял их дверь открытой, чтобы соблазнить свободой. А когда он неизбежно ловил девочек, то наказывал избиением. Между тем, вместо дней рождения Кастро заставлял женщин отмечать день похищения, отмечая годовщины заключения. Так проходил год за годом сопровождаемый частым сексуальным и физическим насилием. За это время девушки кое-чему научились. Как вести себя с Кастро, как понимать, что происходит в доме и как скрывать свои внутренние чувства. Они чувствовали, что прежде всего он был садистом, который жаждал их боли. Так прошли годы, пока что-то не изменилось. Аманда Берри поняла, что годы изнасилования сделали ее беременной, хотя похититель никоим образом не хотел ребенка. Несмотря на это, он заставил Берри продолжить беременность. Когда начались схватки, Кастро потребовал от Найт оказать первую помощь. И в случае смерти ребенка он пообещал, что убьет ее. Берри рожала в маленьком надувном бассейне, и когда ребенок родился, все выдохнули и плакали от облегчения. Тем не менее, время шло. Когда дочке Джослин исполнилось около двух-трех лет, то с Аманды были сняты цепи. Дочки стали позволять гулять на заднем дворе и иногда ходить на службу в церковь с отцом. Женщины жили, как в кукольном домике, вместе, но порознь, и всегда в руках хозяина, который приходил и уходил, когда ему заблагорассудится. Каждый из девушек он отдавал определенные предпочтения и отношения. Так, к примеру, у Мишель Найт часто были проблемы с Кастро из-за того, что она пыталась устроить бунт на корабле. За такие попытки свергнуть короля дома ужасов, он наказывал ее, отказывая в еде и привязывая к опорной балке в подвале, а также частыми избиениями и изнасилованиями. По ее подсчетам, она была беременна как минимум пять раз, но ни один из них не наступил в срок. Кастро не позволял ей, избивая так сильно, что она получила необратимое порождение желудка. Тем временем Аманду Берри держали в маленькой запертой снаружи комнатке вместе с дочкой. Она даже вела дневник своей жизни в доме и записывала каждый раз, когда Кастро нападал на нее. Дехесус постигла та же участь, что и двух других женщин. Кастро однажды даже столкнулся с ее матерью и взял листовку о пропавшем без вести, которую она распространяла. В саркастическом проявлении жестокости он отдал листовку Дехесус с ее собственным лицом, отраженным сзади. Мы подобрались к дню, о котором все это время мечтали девушки. Долгожданный побег. Казалось, женскому заключению не будет конца. Год за годом их надежда на свободу таяла. И, наконец, теплым майским днем 2013 года, примерно через 10 лет после похищений, все изменилось. Этот день казался жутким, как будто что-то должно было произойти. Кастро подъехал к ближайшему Макдональдсу и забыл запереть за собой дверь. Маленькая Джослин, дочка Берри, спустилась вниз и снова побежала наверх, говоря о том, что папы нигде нет. Девушка поняла, что, возможно, это тот самый момент, когда нужно действовать. Поэтому она подошла к входной двери и начала звать на помощь. Она смогла остановить прохожего, который подошел к месту их заключения, но не знал, что делать, так как плохо говорил по-английски. Вскоре к ним присоединился Чарльз Рэмси, который жил по соседству. Общими силами им удалось выломать дверь, и Аманда с ее дочкой наконец-то были на свободе. После этого она попросила телефон и им позвонила в полицию, объяснив всю ситуацию. Вскоре полиция приехала на место назначения, и все четверо были срочно госпитализированы. А Кастро был арестован в тот же день, во время своего обеда в Макдональдсе. И вот наступил конец проделкам маньяка. Но какой приговор был вынесен Ариэлю? Он свидетельствовал от своего имени во время суда. В равной степени вызывающий и раскаявшийся, Кастро изобразил и себя, и трех женщин равными жертвами своей сексуальной зависимости. Он утверждал, что его преступления были не так ужасны, как звучало, и что его жертвы жили с ним в некотором комфорте, как добровольные партнеры. Когда я подобрал первую жертву, я даже не планировал похищение в этот день. Это было спонтанно. Большая часть секса, который происходил в этом доме, а может быть и весь секс, происходили по обоюдному согласию. Эти утверждения о применении к ним силы, это совершенно неправильно. Потому что были времена, когда они даже просили меня о сексе. Много раз. И я узнал, что эти девушки не были девственницами. Из их показаний не видно, что до меня у них было несколько партнеров. Все трое. Я не чудовище. Я больной. Я уверен, что мое пристрастие к порнографии лишило меня самоконтроля. И я просто не понимал, что то, что я делаю, это плохо. 7 июня суд предъявил Кастро обвинение по 329 пунктам обвинения и приговорил к пожизненному заключению плюс тысячи лет тюрьмы без досрочного освобождения. Он продержался чуть больше месяца за решеткой, после чего покончил жизнь самоубийством 3 сентября 2013 года, повесившись на простынях в тюремной камере. Вам, наверное, интересно, как сейчас живут девушки после 10 лет пыток. После суда трое жертв занялись восстановлением своей жизни. Мишель Найт написала книгу об этом испытании под названием «В поисках меня. Десятилетие тьмы», после чего сменила имя на Лили Роуз Ли. Она вышла замуж 6 мая 2015 года, во вторую годовщину своего спасения. Девушка надеется воссоединиться со своим сыном, которого усыновили в ее отсутствии, когда достигнет совершеннолетия. В первый раз, когда я действительно смогла посидеть на улице, почувствовать солнце, оно было таким теплым, таким ярким. Было ощущение, будто сам Бог пролил на меня большой свет. Тем временем, Аманда Берри надеется найти любовь и выйти замуж. Она живет со своей дочерью Джослин. Недавно она также работала над телевизионным сюжетом о пропавших без вести в северо-восточном Огайо. Я помню, как нас всех проводили к машине скорой помощи. Это был первый раз, когда мы с девочками были вместе и свободно разговаривали. Джина посмотрела на меня и сказала, неужели мы все свободны? Я хочу помочь людям. Помочь тем, кому страшно. Или тем, кто переживает что-то ужасное и не знает, как действовать дальше. Ну а Джина Де Хесус, последний из жертв Кастро, написала с Берри мемуаром об их совместном опыте под названием «Надежда». Воспоминания о выживании в Кливленде. Честно, поначалу я не верила, что все это закончилось. Моя мечта сбылась, и теперь я могу жить спокойно. Я действительно счастлива. Подходя к концу истории, хочется сказать, что любая конфликтная ситуация в жизни забивает с толку человека, вводит в ступор, вселяет неуверенность, сомнения или страх. Но подобные события, как правило, проходят и забываются. Хотя, рассказывая данную историю, я не думаю, что это можно просто забыть. И выводов я делать не буду. Лучше сделайте их сами. Единственное, что я могу сказать, это будьте внимательны. А на сегодня мы заканчиваем данный выпуск. Огромное спасибо за просмотр. Как обычно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой истории. Также не забывайте ставить лайки, ну и подписываться на этот YouTube-канал. Еще вот, в Telegram наш зайдите, мы там много чего интересного выкладываем. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok